приветствую вчера я тут начал заготавливать всякие разные заготовки думать что и как из чего по правом смысле к этим клинам прекрасным клинам еще раз повторюсь и вот что у меня случайно получилось это посмотреть вот на эту оправу уже готовую помните я вам ее показывал что-то там по моему с клином было или не помню мир бау из мир бау я сначала очень хотел поставить ее на свою вот эту бритву но потом подумал что для меня это будет слишком круто вот и так за нее еще тут пока денежку отдаю поэтому вот к этой бритвки пристрою причем она как родная встала ну как родная это уже здорово тут уже минус маленько в работе ну не как минус тут еще надо собирать здесь полировать там туда все вот так все равно какой-никакой на минус то есть ну плюс я бы сказал даже это минус работе плюс в общем в общем дальше сейчас пока тоже кумекую я вот слышу что примерно лучше оправа была бы если пример белый вот такой вот почему сейчас сделаем белый будет 1 будет белый потому что я фигу знает кому что нужно все молчат принципе то я поэтому как бы делаю то что просто делаю просто как будет цена скидку поэтому вот сегодня второй день полноценно сейчас фигачу с заготовками пока показывать особо нечего но думаю скоро будет что показать и был вопрос у меня на ютубе сегодня уже по поводу как я шлифую кожу кожу шлифовую давайте вкратце вообще кому-то надо до забраться вот у вас есть ремень вы захотели шлифануть ой не факт что у вас все хорошо получится если он у вас прессованной кожи лучше не браться вы сразу его мусорку выбросите если у вас из натуральной кожи не факт что получится но можно попробовать но будет много грязи для этого нужна керамика керамика я называю любое того для круги керамические но есть еще и лента керамическая такая тип как наждачка называете еще народе вот только керамика только керамика есть тоже разная керамика есть которые вообще прям шикарно держится например там всм германская а есть даже из белгородских керамик который нормар нормально тоже держится но не все опять тут надо подбирать тут не вот просто так главное чтобы она не сыпалась если она будет сыпаться она останется времени а это все кирдык надо вот именно не сыпучий который вообще никак даже нельзя оторвать даже эту керамику то есть от основы вообще ни одной крошечки не попадет времени это важно потом я шлифую как не специальные приспособления такой большой длинные то есть выравнивание плоскости с грубой шлифовкой одновременно потом идет мелкая шлифовка потом идет опять грубая выравнивающая шлифовка которая еще поднимает бархат и выравнивает то что было где-то может там какая-то микро микро какие-то такие недочеты при мелкой шлифовки и в итоге получается вот такая шлифованная страна вот ну то же самое делают на кожевиных заводах хром завода это хромовых изделий поэтому я просто смотрел как там делают к чему там присматриваются то есть по их уже накатанному опыту вот так поэтому я тут не знаю как рассказывать я сейчас скажу а кто-то возьмет что-то не то и сделает что-то не так и запорит кто крайний будет кто ляпнул вот поэтому ладно в общем пойду я делать перекуры большие сейчас делать не получается потому что бегом 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 все сделать тем более еще пишут тут вопросы есть у людей вопросы ладненько все погнал вот одну выбрал я такую вот древесину king wood очень шикарный кстати стружка тоже такая же сиреневая из нее и запах какой-то духами прямо дает вообще дриндец но цена тоже дриндец я до сих пор взрагиваю когда вспоминаю когда я покупал ну ладно нам чтобы было здорово ее кстати повело немного слегка лыжей была древесина с одной стороны это плохо что я повело с другой стороны это хорошо потому что ее уже повело она уже высохла в этом состоянии как бы ее дальше никуда не поведет это плюс потому что я все это выровнял по плоскости уже вот эту лыжу и потом уже только сделал такой блок для оправы то есть второй раз ее уже лыжи не ведет такую вещь это уже вот в этом плюс ну что же дальше пойду материал подбирать какие-то смотреть думать для 2 вот такой выбрал подходящий размерчик как раз прямо есть такая полупрозрачная такая штуковина она будет на 2 праве сейчас я покажу как это более менее в чистом виде вот так то выглядит вот дальше думаем ну вот еще две остальных оправы будут вот из этого акрил белый G10 черный G10 из тонких акрил будет такой закругленных вот вот я просто в ютубе читал комментарии решил сделать белую оправу мне вообще по барабану какие оправы делать если честно какие вот вам хочется такие сделаю просто дело в том когда делаю пост на склад на долгий такой склад то мне в принципе уже все равно какие делать вот в чем дело поэтому делаю ну хотя бы так вот разнообразные что ли и практичные одновременно да и вот для себя любимого тоже из G10 решил сделать а что легкая практичная удобная а что еще нужно да для счастья как один сказал а вдруг ты когда-нибудь ее на авито развесишь и так стыдно будет продавать все начинаем работать ну что ж можно уже показать какие-то результаты давайте начну со своей оправки вот она моя оправка хотя изначально я ее принципе рассчитывал под бритвку который будет для сайта причина глубокая царапина на внутренней части вот это недопустимо я бы уже это все выбросил для себя самое то к своему клиночку то остальные я права еще не прописал по клинкам то есть какая с как с кем будет жить вот какая права с каким клинком будет жить не знаю но покажу что получилось давайте начну еще с этой вот они давайте сразу с такой же это вот G10 тоже как моя только без косяков без царапин ну залапанной естественно тут все протирает вот вот она такая вот тонюханкой выходит понимаете да пружинящая прям крепко пружинящая вообще и не боится ничего и не покоробит она не размокнет она не сотрется да нифига си и не будет вот это так ну-ка ты уже видали да мир бау она уже прям как родная влилась дальше вот это поэтому акрилу есть у меня акрил черный есть акрил белый в чем разница акрил черный он более жесткий не более прям конкретно жестче этот какой-то такой как вам объяснить пластичный вот слово точно подобрал очень пластичный за счет чего оправу такую сломать практически невозможно черная крила если вы так стараетесь как вы приложите дурь ум отключите то она у вас может сломаться это сломать вообще принципе конкретно почти невозможно вот так вот но и в обработке она конечно блин в общем она мне достает этим моментом но что теперь вот черный клиншик сюда такой в тютюкой будет все здорово вот такую форму выдумал сзади ладно дальше что у нас тут еще вот этот вот акрил композитный вот она такая граненая будет или она уже есть будет смысле всего расстояния будет такая же вот вот такая полупрозрачная наполовину этот рисунок там как будто таком как в воде то есть ощущение такое плюс переламутровые вот эти все дела как бы вот так вот формами да видите какая то есть модная модная на вроде классическая но за счет этих делов она модная вот такие делал раньше вот кстати да вот такая же прям был аутоправа с одной бритовка имеет а забрали махом просто это вот этот был кинг вуд обалденный каш дерево но в обработке тоже не айс так мучительные занятия ну когда его делаешь просто пофиг уже на все мучения настолько красивая настолько классно пахнет вещь выглядит такая вот оправка тоже модного такого тенденция модные проглядывается как говорится ну что уж по сути у меня все готово по этому вопросу сейчас я буду подбирать клинышки подгонять пример примерку делать и брум-брум какой-то уже может быть сборку начну вот клинышки принципе все подогнал даже сделал некоторые вот конусом небольшим таким но конусом для того чтобы но новая бритва выглядела как старая ну просто тогда как бы вот тоже так также то же самое небольшим конусом тоже сделал многие хотят видеть именно так ну почему это говорю потому что у старой бритвы там и клинышек конусом был это сейчас плоскости ровные туда-сюда там и отверстие было проковыренные не просверленные там и сталь была какая была еще не делали там ножи подковую там листовой бритвы вот как бы так видишь не хочется как бы повторять вот настолько дела давно минувших дней предания старинные глубокой как бы так вот но так же для любителей вот такого вот да пускай новый бритва выглядит как старая немножко сделал пару штук и по-моему тоже не тут совсем чуть-чуть прям вот ну чё сейчас буду эту уже сажать их на пины и собирать потихоньку подгонять опять так же ладно погнали вот уже дважды слышу вопросы думаю надо ответить все таки в конце концов а то как то все то забуду то некогда первый вопрос был почему звук молотка такой частый мелкий как это происходит слышите трактив сейчас объясню эту частоту можно увеличивать уменьшать все зависит от того на каком такой стадии все это происходит где там клепка про получается полированной полированной но это ни о чем не говорит почему она полированная но мне это пофиг потому что она просто мне нужно чтобы правильный контур был вот так вот если пальцем провести вот так вот то есть она царапает тут она нужно будет края шлифовать полировать потом все вместе это поэтому эта полировка она ну просто сама по себе получается второй вопрос по поводу ямки вот я говорю 6 нужная ямка то все надо полированные быть это полированные это полированные но ямку я тут не делал она сама сделалась после настолько много на нем работаю именно именно вот только вот этот вот какой-то дуб приварен только для того чтобы расклепывать клепки идет настолько много их расклепал что здесь ямка сама по себе образовалась попробуй приблизить не знаю это будет видно не видно то есть ямка сама по себе образуется если вы это делаете редко то ее надо будет сделать конечно и выполировать но мне это не нужно я знал что это я сделаю сейчас там сотенку бритв и это ямка будет вот как то так ответ на вопрос ладно дальше делаю ну что ж не подошел к концу как ни странно опять все гладенько катит я не торможусь я продолжаю в общем то все в принципе получается вот прям вот вообще не на прям чтобы идеально у меня оправа получились я так не сказал а так в общем то вот то есть на отлично без плюса вот как бы так ну давай сейчас объясню что да почему да как этот моя баба ну протереть только надо потереть поддержка у меня будет какая-то тоже протру точить уже следующий раз потому что сейчас точить не смогу нормально ну что значит же 10 до смотрите идеально идеально ладно 2 бритв к этому я там из 8 для себя это для сайта поэтому встречайте вот такие вот вещицы этот как крил композитный перламутр полупрозрачный как-то не знаю как его там правильно обозвать вот такая вот клинышек нормальный современный хопа ничего нормально и в общем так тематика то как бы даже сошлась об этом даже не думал когда заготавливал оправы просто подходящий материал по размеру искал и все смотрим акрил композитный как себя ведет ну-ка я помимо это видно 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 вот сейчас покажу видите хоп не идеально но это легко правится ну где то где там вот еще взгляну со стороны нет сейчас ровно заходит акрил фигли не натуральный материал вот с этим я конечно находился этот акрил хочет сказать прям пластик этот акрил он прям такой вот его фиг сломаешь блин фиг полирнешь фиг что-то сделаешь но марки в общем то принципе но зато устойчивый ко всем делам вот такие вот вариантчики вышли смотрите сами тадам хоп не ровненько маленько вот это я вот что называю не идеально хотя акрил хотя правится вот примеру даже вот так носа заходит маленько так вот хоп его поднапряг хоп поднапряг оп уже ровно вот они такие искусственные материалы этот разбирал вариант задней часть тоже и по той же причине но древесина такая казалось пипец какая прочнючая прочнючая на прочнючая по той причине что то есть я ее хотел сломать прям реально уперся и хотел ее прям пополам нафиг выломать напрягся раз напрягся два она пружинит до фига я тебе не сломаюсь так и не сломалась поэтому я ее оставил иначе бы ее здесь уже не было вот так вот поближе там я смотрел на мониторе совсем все по-другому лучше видно то есть не то что я тут сейчас вижу почему я хотел ее сломать так же резкость ищем резкость ну блин ровно идет а наш в общем клинок заходил неровно как я тут не вертелся неровно клинышек убрал переделал тут туда-сюда неровно блин думаю сломаю вот так вот ее то есть прям вот открываю клины начинаю выламывать блин не выламывается хрен тебя сломаешь блин называется оставил блин шикардос кстати дороже рога дороже бена всех там причем в раза в три по-моему с чем-то я считал ну вообще дрындец полный но да вид а давайте так вот уже те кто бы посмотрели вот так вот на бочок вот так вот на бочок они на клевках лежат поэтому тут ничего им не будет даже на жестком этом вот куске ламината этот же 10 ну естественно протереть надо бы все вот так конечно безупречно конечно же легкая пружинящая оправка опс вот так это выглядит как у меня в общем-то такая же оправа с таким же белым клином как тут все нужно еще но это я протру естественно и даже затачивать не стоит не протертом состоянии иначе мало ли там какая-то мусоринка впадет на камушек скакать начнет что такое-то вот только сейчас руки не слезать как говорится в прямом эфире практически вообще красота была вот резко шукатило ну ладно смотрим ой блин еще бы видать я помимо монитора буду смотреть идеально ровно вот из этого тонкого G10 тонкого легкого пружинящего я по-моему или один раз было или вообще ни разу не было а один раз было когда клинок был сам кривой а так ни разу никогда она не подведет вот по этому поводу что она вдруг там как-то умудрится зайти неровно это вообще будет не G10 просто это будет фиг знает что не будет но не G10 и это вот из-за мербау по-моему да сейчас секундочку мер бау да мербау древесина оправа из предыдущего предыдущей серии не зря я ее сохранил жаль конечно что вот не вот из этого мербау да ах красотка была бы но уже в оправу который уже клин воткнут сзади то есть это ну уже все там уже не стоит делать эту всечку ее можно сделать сюда вставку вставить колотить но это будет все так несерьезно поэтому не стало ну и ладно судьба как один комик говорил покойный свет вот так вот осталось заточить и эти шикардосы будут готовы для вечного хранения на складе ну ничего я тут кипишу вы что думаете я просто так вот ничего не делаю ничего не думаю нет идеально ровно идеально а? что значит выровненная древесина и древесина имеет большую плотность твердость отлично не докопаться ну вот как бы все вот это мои работы в таком состоянии на сегодня и как бы не судите строго делаю так как делаю а делаю я не просто так от балды а всегда думаю как бы как лучше как правильнее как ровнее как сильнее как острее как бы вот так вот и поэтому ну получается вот что-то подобное кстати да вот тут может быть заметите что оправы по ширине отличаются и такое ощущение что здесь должен быть клин уже вылезти с другой стороны но нет ничего такого тут не будет ой жду не дождусь когда я побреюсь нормально ну я сейчас уже нормально бреюсь уже эту бритву свою установил на маску ну она конечно настолько уже закоцанная просто затюканная что да и вообще для для как бы разнообразия вот хочется их то клинышком то вогнутой то клинышком то вогнутой но и группа поддержки как говорится меня не поддерживает поэтому вот мне будет вторая бритвка в этом моменте выручать по поводу вогнутости вы думаете я не думаю об этом думаю вогнутые бритвы будут в прошлый раз я вам не показал шаблон а сейчас я вам наверное покажу потому что он где-то должен быть здесь под руками вот этот шаблончик вот я под него уже дофигас уже заготовил углеродки начну с углеродки но думаю сделать через дамаско под вогнутой бритвы хотя из нее и клины выходят те еще конечно форма форма чья форма ну давайте подумаем я в принципе такие бритвы встречал шеффилд так что это скорее ближе к шеффилд вот этот вариант и я из него вот собираюсь производить думаю даже уже следующие бритвы после заточки не знаю посмотрю если будет что там показать или сказать рассказать может новости какие обязательно все сделаю видео если ничего такого не будет ни новостей ни интересного вообще что-то такого что можно было вам рассказать и потратить ваше время на просмотр моего видео то то не будет то есть как бы ну вот так вот по обстоятельствам а сейчас я собираюсь и тут по мелочам сейчас займусь всякими делами и как бы это пойду вывешивать на ютуб все спасибо за внимание до новых встреч увидимся в ютубе пока